Всем доброго времени и суток. Постоянные зрители моего канала прекрасно знают, что я большой любитель фильмов про Годзиллу. Ну или Годжиру, неважно кто как называет. Игрушки про него меня в целом также забавляют. Однако стоит признать, хороших среди них как-то баловато будет. На фанатском поприще ситуация в целом тоже довольно плачевная. Однако интересные вещицы все-таки можно найти. Например, есть один мод для опенбора, который называется просто Годзилла Ультрамэн Ганнера. Авторы мудрить не стали, дали вам под управление несколько кайджу из этих сериалов и отправили в поле воевать. Ходим, лупим вражин, периодически лопаем бонусы и валим боссов. Примечательно, что у персонажей есть спешлый, выполняемый по принципу стритфайтера. Но при этом нет стандартных для битэмапа круговых атак. Что является по сути главной ахиллесовой пятой игры. Через пару уровней игра начинает сатанеть и превращается в очередной пыточный говномод для опенбора, коих миллионы. Враги насилуют вас и в хвост, и в гриву, а сделать вы с этим ничего практически не можете. И обидно, если честно, ведь поначалу мод-то весьма хорош. Монстров на выбор полно, враги разнообразные, можно крушить здания. Но первое впечатление оказывается весьма обманчивым. Тоже можно в целом сказать про минималистичную игрушку под названием Godzilla Monsters in Fight. Помните игру на NES? Ну так вот, это то же самое, только в виде файтинга и минус уровня. Восемь монстров на выбор, задники и музыка взяты из оригинала. Казалось бы, хорошая идея. Только вот балансом здесь вообще не пахнет, как в принципе и в оригинале. Убираете Мотру и валите всех налево и направо без каких-либо особых проблем. Ради подобных баталий лучше подойдет игрушка на флэше под названием Godzilla Dikadju Battle Royale. Основная суть у игры в принципе та же. Выбираете монстры и давай лупсевать врага. Можете кусаться, царапаться, пинаться и само собой стрелять всякими разными разноцветными лучами. На спецатаке расходуется энергия, которую можно восстановить с помощью рыка. Эдакий местный таунт, наверное. Плюсов у игры, конечно, масса. Во-первых, это обилие монстров. Их там чуть ли не сотня самых разных из разных вселенных. Я, знаете ли, при первом запуске долгое время просто тыкал на кнопку рандомного соперника, просто чтобы посмотреть, кто в игре есть. Ибо онлочить это все, конечно, задолбаешься. Во-вторых, большая дань уважения оригиналам. Внешний вид монстров, оформление задников, даже тот же рык у каждого монстра. Все это скурпулезно было перенесено из первоисточников. Явно видно, что автор был заядлым фанатом своего дела. Ну и третий серьезный плюс, это, конечно, мультиплеер. В это безобразие можно играть вдвоем. Но без минусов, конечно, тоже не обошлось. Например, тот же баланс. Тут его опять не завезли абсолютно. Многие атаки просто чушь собачья, от которых не увернуться. Некоторыми монстрами просто неудобно играть. Или наоборот, против них неудобно сражаться из-за размера, например. Но самая главная проблема, это платформа, на которой игра сделана. Flash. Его ведь относительно недавно отменили. Благо, есть такой сайт, как Flash Archive. Ссылочку на который я дам в описании. Там можно поиграть в эту и многие другие игры напрямую из браузера. Очень полезная вещица, знаете ли. Так что, если хотите 2D баталии Годзилл и других монстров из разных его фильмов, это самое оно. К сожалению, вот баталий в 3D нормальных я чё-то не нашёл. Из фанатского, я имею ввиду. Однако, главный повод сегодняшнего видео в другом. И начать надо несколько издалека. Но я постараюсь всё-таки быть вкратце. Есть такая вещь, как фанфики. Это сокращение от фанфикшена, если кто не знает. Фанатская выдумка. Очень распространённый тип фанатских творений. Один из популярных видов этих фанфиков называется крипипаста. С акцентом в сторону ужастика. Ну так вот, однажды, один конкретный фанат под ником Козбидав, надеюсь правильно произнес, написал очень длинную крипипасту про то, как он якобы нашёл странную версию Нессовской Годзиллы. Поначалу игра вела себя привычная, ничего не выходило за рамки обычного прохождения. Но со второго уровня начали происходить странные вещи. Аудио и визуальные глюки, странные враги, и даже начали появляться монстры из фильмов, которые на момент создания игры ещё даже не вышли. А на третьем уровне игра вообще перенеслась на совершенно новую планету, Патос, где уровень крепизны начал повышаться. И в итоге игрока начал преследовать жутковатый монстр под именем Ред. Зачем я вам всё это рассказываю? Ну, как бы по видеоряду, я думаю, вы поняли, что нашлись очумельцы, которые решили эту игру воссоздать. Так как денег за это им никто не платит, насколько я понял, их там четверо, два художника, один программист, один композитор. Проект, соответственно, развивается довольно медленно. Но я всегда говорил, что лучше уж пускай медленно, зато качественно. И это отлично подходит данному проекту. На данный момент общественности доступна демка. Ссылка на сайт автора, где её можно скачать, будет в описании видео. В этой демке очень хорошо воссоздан геймплей оригинальной игры SNES, даже со многими улучшениями. Новые враги, новые играбельные монстры, новые локации, боссы, новая музыка, новые режимы. Даже такая простая вещь, как показатель того, как прокачан ваш монстр, чего не было в оригинальной игре, тоже радует. Даже несмотря на то, что технически в демке всего-то три уровня, контента, знаете ли, тут побольше, чем во многих современных инди. Да и выполнено технически, и это отлично. Новая графика, новые враги, новая музыка и задние фаны, всё это великолепно вписывается в общее оформление оригинальной игры. Как будто в неё и играешь. Ну или в какой-нибудь хак или вольное продолжение. Однако нет, это всё ведь сделано с нуля, это не хак. Это всё сделано на движке для ПК. Разрабы даже дальше пошли и добавили много своих собственных идей, которых не было даже в оригинальной криппи-пасте. Например, тут дают поиграть разными другими монстрюками, а не только Годзиллой и Мотрой. Или тут, например, есть бонусы вроде галереи или секреток читов, типа вот тебе помощник птица, который будет с тобой летать. Но самое главное, игра достигает изначально заложенного эффекта. Благодаря странным звукам и неестественным существам и локациям, она вызывает определённое чувство волнения и этакой минималистичной, но паранойи, которая достигает своего апогея к финалу, где за вами охотится этот самый Ред. Только не делайте мою ошибку. Я изначально играл с разрешением 4 на 3, ибо игра-то за коспо Днес, всё-таки аутентичность, все дела. Однако в таком случае у вас просто физически не будет времени среагировать на Реда в конце. Так что хотя бы в последнем уровне играйте в хеды. Другими словами, одна только вот эта вот демка просто является одним из лучших фанатских творений, которые я когда-либо встречал. Даже если вас не заинтересовала вся эта потва с криппи-пастой, эта демка просто сама по себе является отличной игрой. Настоятельно рекомендую, на вечерок один сойдёт. Ну а на сегодня у меня всё. Пишите в комментариях, что думаете о сегодняшних играх, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите канал, все ссылки найдёте в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!